Судя по заметкам Каханы, он подготовил вопросы из зала. Большинство из них о проблеме израильских арабов. Вы критикуете еврейских либеральных лидеров за то, что они верят, что арабов можно купить. Но вы сами говорите израильским арабам, уезжайте, я вам заплачу. Но это тоже значит купить арабов. Ваш следующий шаг. Если вы останетесь и не примете статус неграждан, я буду вынужден вас убить. Как раввин, неужели вы считаете, что это реалистичное решение? Я не говорю, что я хочу их купить. Я говорю о другом. Вы уходите. Вам придется уйти. И Кахана говорит серьезно. Чтобы облегчить процесс, те, кто уйдет мирно, получат компенсации. Те, кто не уйдет мирно, не получат ни копейки. Я убежден, что в тот же день, когда арабы включат радио и услышат, что Каханы стал премьер-министром, они тут же уйдут. О да, они уйдут. Я помню, как в 1977 году к власти пришел Минахим Бегин. Два месяца арабы жили в страхе. Они были убеждены, что Бегин либо убьет их, либо выбросит вон. Через два месяца они поняли, что это уже вовсе не тот Бегин. И это была трагедия. Это был действительно уже не тот Бегин. Я не плачу им за отъезд. Я говорю, вы уезжаете. Вопрос лишь с деньгами или без.